Всем привет! Привет! Я рада вас видеть на своём канале. Кто ещё не знает меня, зовут Ольга. И сегодня я хочу с вами поделиться своими пустыми баночками. Очень много скопилось пустых баночек. Уж! Вот такой вот здоровый пакет, битком. Так что видео будет достаточно долгим. Усаживайтесь поудобнее, чаёк, кофеёк. И хочу с вами поделиться, рассказать, чем я пользовалась, что буду заказывать, что мне понравилось, что могу вам посоветовать, что, может быть, не очень, просто выброс денег. Поэтому давайте, поехали! Итак, начнём. Здесь у меня по порядку. Всё вместе сложено. И косметические моменты. Даже, наверное, должны быть это декоративные, если не ошибаюсь, потому что копились достаточно долго. Также бытовые вещи, то есть моющие какие-то средства, которые я могу с вами поделиться и посоветовать вам. Смотрите, то, что у меня первое попадается, это вот такая вот парочка, которую я недавно приобрела. Ещё до карантина. Я продаётся в Литуале и решила с ними познакомиться даже не недавно. Это, знаете, это было перед Новым годом. Да, настолько мне долго хватило. То есть, получается, где-то январь, февраль, март. И вот они мне только закончились. Слушайте, на три месяца мне хватило вот это вот два средства. Это шампунь и кондиционер. Это японское направление. Японцы, конечно, хороши в этом. Поэтому я решила познакомиться и попробовать. Долго на это всё смотрела. У них как раз была акция предновогодняя. И 50% скидка, кажется. И я решила попробовать. Итак, значит, это шампунь. Здесь у нас идёт 450 мл. Да, марка от Субаки, если я правильно называю. Кто знаком, можете поправить, написать ниже под этим видео, как правильно произносить. Значит, что заявляет производитель? Это объёмные и блестящие волосы. Там разных направлений есть вот эти вот линейки. И как бы есть для того, чтобы помочь волосу восстановиться. Есть вот объём, есть блеск и так далее. Значит, в этот раз я взяла объёмные блестящие волосы. Это шампунь 450 мл и также кондиционер тоже 450 мл. Вот такой вот кондиционер. Могу вам показать. У них разные крышечки. Смотрите, в чём фишка. Вот эти вот баночки мы не выкидываем. Они опустошились, я решила вам показать. У них ещё продаётся запасник. То есть, есть такая линейка. Вы можете заказывать запасник, туда переливать и пользоваться. И так как мы сидим на карантине, литуальный работает, я решила попробовать другую их линейку и заказала запасник. Вот такой вот так вот он выглядит. Это у нас идёт шампунь. Но здесь уже другая линейка. Здесь линейка направлена на увлажнение и послушание волос. Вот так шампунь и кондиционер. Вот такие вот они выглядят. Я ещё не вскрывала. И я не стала заказывать в бутыльках, чтобы не переплачивать. Потому что запасник дешевле порядком на 200 рублей. То есть, если, допустим, один шампунь у них стоит сейчас рублей 500 с чем-то, да, то есть запасник 300 рублей. Вот. И, соответственно, я сюда перелью и буду также пользоваться. Ничего страшного. Но здесь у них вот разновидность в цветах. Видите, здесь такой вот с розовым, здесь с краснотой. Потому что линейки разные. Здесь была одна линейка, здесь уже вот другая. Другое направление. И запасник у них идёт по 330 мл. Вот решила попробовать. Заказала. Мне курьер сразу там на следующий день или через день принесли. Так что без проблем. Уколо дверей оставили и как бы ушли. Да. Значит, что могу сказать про вот это вот направление японское. Мне понравилось. Мне понравилось тем, что у них обалденный, во-первых, аромат. Вообще обалденный. Это просто благухание. То есть, знаете, как будто вы прям спа. Спа для волос вам обеспечена. Вот. И кондиционер очень вкусно пахнет. И ваши волосы, они становятся мягкие, шелковистые. И мне понравилось то, что на волосах вот этот аромат, он не исчезает достаточно где-то вот в течение дня. Он держится. Даже суток очень классный. Мне понравилось. Так что могу вам посоветовать, порекомендовать. Буду пользоваться, наблюдать. Вот сейчас другую линейку попробую. О пустых баночках обязательно расскажу вам. Вот. Ну, мне понравилась эта линеечка. Я так считаю, что это, наверное, профессиональная линейка японская. Поэтому, как бы, присмотритесь. Ещё раз в субаке, да? Следующее. То, что у меня здесь по порядку попадается. Будем дальше идти. Значит, очищение. Вот такая вот марка Цераве. В аптеке продаётся. Ну, не только в аптеке, в золотом яблоке я покупала последний раз. Позакончилась. Мы пользовались. Я и мой ребёнок, мой сын. Здесь у меня 473 мл. Обалденная штука. Могу прям запросто советовать. И обязательно сейчас вот буквально сниму сейчас видео и пойду покупать. В аптеке уже присмотрела. Так как золотое яблоко закрыто. В аптеке есть у нас здесь поблизости. Обязательно закажу. Это у меня направление для нормальной и склонности к сухости кожи. А сейчас я хочу заказать для нормальной и склонности к жирности кожи. Потому что впереди у нас жара, лето. И там склонности к окне, к высыпаниям. То есть, хочу другое немножко тоже из этой серии. Ну, другое направление попробовать их очищение. Очень здоровский. Ну, запаха такового нету. Не пенится. Здесь, естественно, пиаж учитывается кожи. Не вредит. Очень здоровская штука. Можно использовать как второй этап очищения. Также можно и два раза, как и первый, и второй использовать. Мой ребёнок два раза умывается. И всё. Ну, я как бы первым этапом использую гидрофильное масло. А второй вот этот вот помпа. Очень удобная упаковка. Она долго хватает. Присмотритесь. Классная штука. Стоит своих денег. Здоровская. Прям обалденная. Дальше. Следующий. Вот такой вот шампунь у меня пользуются мои мужчинки. Чистая линия. Постоянно им покупаю. Не раз показываю пустых баночек. В пустых баночках. И здесь 400 мл. Даже когда у меня шампунь заканчивается или ещё что-то, я всё равно пользуюсь тоже ими. Чистые линии. Мне очень нравится, как волосы сразу-таки... Пушистые, мягкие становятся. Серьёзно. И поэтому, в принципе, могу советовать. Здесь написано без силиконов. Мне нравится. То есть стоит... Не такая дорогая шампунь, но стоит своих денег даже-даже. Дальше. Следующая. Вот такая вот марка. Не буду корявить язык. Германское направление, насколько я поняла. Пробовала эту марку. Много что у них покупала. Это Эко-продукт. У них лицо этой марки Юлия Высоцкая, насколько я поняла. Значит, что я здесь попробовала у них? Это кондиционер, миндальное молочко, гипоаллергенное. То есть эта марка, она чисто эко-натуральные продукты. Себя позиционирует, что натуральные составы, натуральное направление. Так что никаких там химикатов и всё такого нету. Да, пахнет миндалём. Прям именно, знаете, вот это вот, когда в абрикосе есть косточка, и когда ты её раскалываешь, я помню в детстве, когда мы делали варенье, вот этот вот запах, он как раз присутствует. Ну, это из бутылки, а так, когда на одежде, либо на белье, конечно, этого не существует. Расход, ну, в принципе, как бы, как и всегда, как и стандартно. В принципе, неплохой кондиционер. Мне пока нравился, могу посоветовать, почему бы и нет. Ну, это как на любителя, вы знаете. Я люблю, чтобы потом, чем мне нравится, допустим, кондиционера... Название забыла. Сейчас у меня, наверное, здесь нет. Другим кондиционером, которым я пользуюсь, там он прямо на белье остаётся, через какое-то время или на одежде. Это, конечно, нет такого запаха сильного. Ну, за счёт этого, как бы, наверное, там большая химия здесь, естественно, натуральная. Написано, что концентрация рассчитана на 33 стирки. В принципе, такой, да. И отбеливатель – это кислородно-содержащий бесклорный отбеливатель, тоже биоразлагаемый. По поводу отбеливателя. Значит, запаха никакого нету. Но, в принципе, может быть, если замачивать и какое-то белое бельё и посмотреть результат, может, и будет результат, я этого не делала. Но когда я наливала в машинку, честно, больше я вижу результата там от того же самого Ваниша, чем от этого, не знаю. То есть я ещё его не разгадала, я ещё не поняла, что с ним связано, я ещё не поняла, насколько он хорош, поэтому как бы под вопросом он у меня. А по поводу кондиционера вы присмотритесь, в принципе, неплохо. И также с их линейки для посуды. Антибактериальный гель, сочный лимон, подходит для мытья овощей, фруктов, детской посуды и игрушек. Вот этим я пользуюсь. Пользуюсь постоянно, покупаю. Тем более, когда на акции беру и по 2-3 штучки. Да, хорошая помпа. В принципе, всё удобно. Мою также сейчас, в нынешней нашей ситуации, и овощи, и фрукты, чтобы лучше промыть. В принципе, хорошо смывается, не оставляет никаких разводов, следов. Всё очень классно. И достаточно такой нормальный запах. То есть не терпкие, не ядерные. То есть нормально. Так что присмотритесь. Вот посуды, это да, вот я всегда покупаю для посуды вот это вот направление ихнее. Так, ну в принципе, это направление-то у меня всё закончилось. Следующее, то что касается, давайте, стирки. Закончился у меня вот такой тайт. Я сейчас на вот таких вот, на таком таде нахожусь. Беру для белого белья, для колора. В жидкой форме. Здесь 28 стирок рассчитано. Здесь у меня сколько? Практически 2 литра. Литра 800. Ну да, это мне нравится. Нравится катекстирование. Тоже нравится аромат. Ну, что могу сказать. Да, это не натуральное. Но как он стирает постельное бельё, полотенце и ту же самую одежду. Мне нравится. Мне даже нравится больше, как стирает колор. Для колора. Чем для белого. Честно могу сказать. Хорошо отстирывать, здоровски. Поэтому могу рекомендовать. Дальше следующее. Давайте я вам покажу. Кремят здесь у меня 2 такие банки. Как всегда я, да. С натуральными компонентами, с натуральной едой. Значит, закончились у меня 2 масла. Вот таких вот оливковых. Опять же, повторюсь, всё покупаю на акции. Это манина первая. 1 литр здесь у меня. Классно могу рекомендовать, советовать. Присмотритесь. Минимальный расход. Никакой горчинки, никакого там запаха ядерного нету. Классное оливковое масло. Очень полезное. Холодного отжима. Нерафинированное. Очень полезно, как натуральные жиры для организма. Присмотритесь обязательно. И Десеку, наверное. Не знаю, как это называется. Вот смотрите, читайте. Тоже 1 литр. Тоже нерефинированное. Высшего качества. Холодный отжим. Тоже покупаю на акциях. Вот 1 литр у меня выходит 500-600 рублей. Когда я вижу акции, я всегда беру. То есть я не беру дорогостоящие. Всё равно какие-то акции у нас существуют. Марки эти зарекомендованные. Марки очень хорошие. И серьёзно, для салатов я также могу... Я сильно, конечно, не жарю. Но какие-то, допустим, те же самые блинчики, оладушки я делаю на оливковом масле. Мне хватает как бы надолго. Мало вообще наливаешь и делаешь всё замечательно. Конечно, у меня сковородка специальная. Чтобы не подгорало. Потом какие-то салаты. Опять же, какие-то блюда. Что-то там тушишь, овощи. Очень замечательно, очень классно. Это очень полезно для организма. У меня подсолнечного масла вообще нет. Дальше, следующее. Значит, вот такой вот у меня бреф закончился. Взяла на пробу. Что-то была в Ашане, закупала продукты. И там была по акции, решила купить. Это для туалета. Волна свежести. Там такая вот штучка на туалет. Надеваете и туда заливаете постоянно. Брала первый раз. Некономно. И как бы быстро заканчивается. И смысла я этого не вижу. Если вы постоянно ухаживаете за туалетом. И постоянно держите в чистоте. Зачем он нужен? Ну, не знаю. То есть, не знаю. Поэтому взяла попробовать. Я считаю, что это просто выкинула деньги. И ничего такого там сверхъестественного нет. Дальше. Что у меня здесь позаканчивалось? Много чего. И бады здесь у нас будут. И косметические моменты. Так, ещё из еды у меня закончилась корица. Моя любимая марка Simple Organic. Присмотритесь. Вот эта вот корица. Сейчас уже вот куркуму заказала. Приходила посылка. Было тут видео. И здоровская эта вот марка. Люблю их не приправы. Не раз уже говорю. Просто крутейшая. И корицу обязательно буду заказывать. Здоровская. Так. Ну, давайте, короче, сейчас мы пройдёмся по бадам, которые у меня закончились. Чтоб потом уже перейти на косметические, наверное, моменты. Да. Да. Итак, первое, что у меня закончилось, это вот такой вот лицетин Mega PS35. Jaro Formulas Mark. Значит, здесь заказывала сайта iHerb, соответственно. Здесь у нас 120 капсул. Лицетин мне очень понравился. А ещё больше мне понравился результат моего анализа, связанный с печенью. У меня немножко повышен билирубин. И у меня думали, что есть синдром Жульбера. Это такое генетическое отклонение. С этим живут. Всё нормально. То есть печень не беспокоит. Но когда я пропила этот лицетин, мой Жульбер куда-то исчез. Ну, то есть всё снизилось в порядке хорошую норму. Поэтому я обязательно буду его заказывать. Если у кого-то какая-то такая же проблема. Лицетин нам нужен для строения каждой клеточки, для сосудов, для мозга, для печени, для органов. Да, вы знаете. То есть лицетин нам обязательно нужен. Обязательно буду это заказывать. Сейчас его нет в наличии. Вот жду, когда появится. Обязательно закажу. Потому что я очень-очень обрадовалась. Именно вот этой марки. И вот именно их состав. Очень обрадовалась, как они всё это сделали. И всё-таки есть результат. Здесь у нас получается в одной капсуле 1200 мг. Да. Вот эти 120 капсулов хватает. Получается вам на 4 месяца. Очень здорово. Потому что 1200 мг этого достаточно суточная норма. Лицетин. Лицетин у нас здесь идёт соевый. Присмотритесь. Классная штука. Классная. Мне прям понравился. Так. Следующее. То, что у меня закончилось. Это мой любимый Кэлп. Натуральные морские водоросли от марки Нау. Значит, всегда беру 200 таблеток. Здесь в таблетках. Всегда беру для нашей щитовидки. Сейчас мы пропиваем. Немножко отошли от гормона с сыном. Пьём чат с Кэлп. Вместе с Селеном. И будем смотреть результат, как будет реагировать наша щитовидная железа. Будем сдавать анализы. Значит, Кэлп. Присмотритесь. Вообще беру уже там в раз 5-6. Дальше. И давайте пройдёмся для кишечника. Здесь я проходила вместе со своей семьёй. По какой процедуру связана с кишечником. Сначала мы пропивали. Сыну не давала. Давала только себе и мужу. Вот такой вот пробиотик. Сахармицеды. Здесь марка Джаро Формулас тоже. Здесь 90 капсулов. Вот. Присмотритесь. Очень классная штука. Здоровская штука. Направлена на очищение, на освобождение, на вывод токсинов, каких-то там гадостей в нашем кишечнике, которые мы накапливали годами, когда питались, не знаю, чем вообще, да, то есть это очищает кишечник. Ещё он хорошо помогает в какие-то поездки, допустим, если вы где-то едете, и там другая манера питания, другое, допустим, правило питания, и ваш организм сразу реагирует отрицательно, он хорошо помогает восстановить ваш стул, помогает привести всё в норму. Или какое-то у вас отравление произошло, кишечные какие-то инфекции, то есть так далее. Очень классно помогает. Вот это вот надо держать в своей аптечке. Я обязательно тоже буду заказывать. Мы уже пропили с мужем. Нам хватило нас, так, нас по 45 капсул на каждого. Сейчас мы пили, сейчас бы вспомнить, мы пили, кажется, по одной капсуле или по две капсулы в день, не помню, сейчас, кажется, по одной. На 45 дней хватило, да. И мы, хотя здесь производитель заявляет, что можно пить по одной или по две капсулы, запивая водой в течение дня, да. Ну, классная штука и очень классная вообще. Даже если какие-то у вас высыпания есть, какие-то проблемы, то есть ЖКТ. То же самое, если у вас проблемы с желудком, гастриты, ерозийный гастрит. Опять же, там вот этот ухилобактери. Классная штука, пропили мы его, и потом, когда мы очистили, мы начали заполнять организм пробиотиками, чтобы его усилить, чтобы наша иммунная система стала сильнее, правильно. Естественно, здесь параллельно должно быть хорошее, правильное питание. Однозначно. То есть никаких там фастфудов, никаких-то там трансжиров, никаких-то там ГМО. Следим за тем, что едим, как едим и так далее. Итак, первое, что могу посоветовать из пробиотиков, мне очень понравилось. Значит, первое – это LactoBeef Probiotics. Вот здесь у нас было по 5 миллионов пробиотиков. Там есть и по 30, а есть по 5. Я взяла по 5, потому что, вы знаете, не очень-то тоже хорошо, когда много миллионов пробиотиков. То есть не всегда это хорошо идёт для организма. Лучше постепенно накапливать, и всё будет хорошо, чем нежели дозу там лошадиную дать, да, чтобы потом не знать, что будет. Здесь было у меня 60 капсул. Значит, на месяц нам вдвоём с мужем мы пропили. А 30 ему, 30 мне. Нам понравился. И хороший результат. То есть как бы и стул выравнивается, и ежедневно, соответственно, и всё классно. Присмотритесь, хорош пробиотики, тоже буду заказывать. И вторые пробиотики пропивал мой сын. И сейчас мы к нему присоединяюсь, потому что здесь больше количества. От марки Now. Вот такие вот пробиотики. Это у нас уже... Вот сейчас мы пьём вторую бутылочку. Это первая закончилась. ДЖЕР-8. ДОПХИЛУС. 120 веганских капсулов. Тоже хороший пробиотик. Мы по одной капсуле в день пропиваем. Здесь надо пропивать либо между приёмами пищи, либо на голодный желудок. Мы пропиваем прямо перед завтраком на голодный желудок, принимаем, то есть со стаканом воды. И потом, пока мы там делаем свои дела, умываемся и всё остальное, готовим завтрак, оно уже всё это усваивается. И просыпается как раз со стаканом воды желудок, кишечный, весь кишечный тракт. Да, здесь, значит, 4 миллиона идёт бактериев. Хороших бактериев, которые насыщают наш кишечник. Тоже классные пробиотики. Сейчас мы вот пьём в данный момент. Тоже буду заказывать. Хороший есть результат. Прям здоровский. Поэтому могу вам советовать. Дальше следующее, что у меня здесь есть. Наверное, всё такое уже косметическое осталось. А вот, что у меня ещё закончилось. Могу с вами поделиться. Это у нас Духи. Байра Эда Марка. Называется Африканский бал. Парфюм. Здоровский, что могу сказать. Классный, шикарный запах. Это нишевая парфюмерия. Она, конечно, под конец уже надоедает. Хочется уже, как бы, он такой больше, знаете, зимнего направления. Для меня, ну, на весну, конечно, тоже хорошо пойдёт. Ну, когда уже солнышко, жарко, хочется, как бы, вот в дождик он классный идёт. Он только тебя окутывает, и ты как будто в одеяле. А когда уже солнышко и жарко, хочется там по-есеннему что-то такое благоухающее, красивое. То есть, мне нравятся от Lancome мои Miracle любимые духи. А вот это, конечно же, где-то вот такую вот погоду, как сейчас за окном. Это там не акти. Ну, хорошие духи, правда, дороговатые. Но присмотритесь, классные, здоровские тоже у меня позакончились. Итак, всё остальное, то, что у меня здесь осталось, буду вам сейчас рассказывать. Это косметическое направление. Сейчас выложу и буду вам показывать. Вот ещё, кстати, духи Монталь. А что за Монталь-то я не помню. Какие направления какие. Ну, вкусные. Какое название, не помню. Да, бывает. Итак, следующее, что могу вам показать. Значит, как-то я в одном из видео показывала косметичку. Сайта iHerb, K-Beauty косметичку. И там вот лежали вот такие вот салфеточки, очищающие, снимающие там макияж. Корейские они. Вот на один раз попробовать. Ну, честно, я их не поняла. Ну, честно, не поняла. Не знаю. Не моё. Чё-то мы как бы не подружились. Дальше следующее, что могу показать. Значит, вот такой вот кремушек от La Roche-Posay. Это косметическое, ой, это с аптеки, продаётся в аптеке. Здесь 40 миллилитров эфакларду плюс. Значит, что это такое? Вот в такой коробочке он продаётся, такой вот бутылёчек. Что это такое? Это связано именно вот с высыпанием. Как раз для, допустим, подростков, у кого высыпание, и вы вот хотите помочь своему ребёнку, присмотритесь. Да, он стоит порядком 800 или 1000 рублей в аптеке, но здоровский имеет результат. Здоровский результат помогает эффективно против несовершенств, закупоренных пор. Он эффективно очищает кожу, то есть это помогает немножко отшелушивать поверхностно, помогает подсушивать высыпание. И какие-то воспалительные процессы, они сразу заживают. То есть вот выскочило, да, тем более может быть подкожное что-то. 2-3 дня вы намазали, всё, он ушёл. Очень классная штука. Тоже я где-то вот в рекомендациях на YouTube слушала от блогеров, и мне понравилось, я купила. И могу вам советовать. Классно, просто классная штучка. И действительно рабочая. То есть вот прям рабочий материал, так что могу вам посоветовать. Тоже буду вот покупать, и сына тоже своему даю пользоваться. Следующее, то, что у меня закончилось, это вот такая вот марочка. Не буду корявить язык. Эта марка находится, продаётся и на Хёрбе, можно её купить. Но я покупала в Золотом Яблоке. Что-то не хочет фикусироваться, да? Ну давай. Я покупала в Золотом Яблоке, были какие-то акции. Это крем под глазки. О, это крем под глазки. Это, конечно, такая достаточно, наверное, уже ближе к люксу направлении крем. Здесь 20 мл. Здесь такой вот идёт металлический тюбик. Я вот так выжимаю всё до конца, сворачиваю. Металлический тюбик. Надо совсем немножко под глазки, горошинку, да? И это натуральные здесь компоненты. Здесь у нас и морковь присутствует, экстракт моркови. И здесь есть масла. Но что могу сказать? Что это питательный крем, да? И он... У некоторых на него было вызывание аллергических реакций. Я долго на него смотрела. Долго пыталась, как бы думала, заказать, не заказать. Но не заказала, увидела, когда уже в Золотом Яблоке была акция. Это было вообще далеко до Нового года, насколько он мне хватил. И я его приобрела, и я не пожалела. Реакции у меня никакой не было, хотя я склонна к этому. Но он классно, классно работает. Очень классно. Я его наношу на ночь. Во-первых, он классно питает. Он классно разглаживает. За счёт вот этих вот масел, за счёт вот этих вот эстрактов, которые здесь находятся. Хотя здесь заявляют производители утром и вечером. Можно это делать. Значит, ну, наносишь и массируешь так вот, да? Мне здоровски понравился он. Насколько он выбеливает. Насколько никаких на отрас... Встаёшь, никаких припухлостей. Даже эти патчи не нужны. И никаких такой синевы никакой нет. Ну, конечно, если у вас там в организме бардак, то, конечно, может быть, синеват она и будет. Потому что здесь от многого зависит. Но, в принципе, как бы, то, что касается даже тех же самых припухлостей, нету. И очень классная на весь шевека работает. То есть, как-то приподнимает. Ну, действительно, рабочий, рабочий крем. И мне понравился. И я, конечно же, его вновь закажу. Но сейчас немножко другой хочу попробовать. Он такой достаточно дорогой, но эффективный. И кто-то его сравнивает с Киллз. Но он такой интересный. Интересный очень. И поэтому, как бы, присмотритесь. Могу рекомендовать. Очень даже классный крем. Ну, и остальное. То, что у меня здесь подзакончилось. Видео у нас, конечно, долгое. Но ничего, потерпите. Первое, что у меня закончилось. Это уже идёт всё косметическое. То, что касается нашего ухода за лицом. Первое, что у меня закончилось. Это Кларанс. Клэрс, извиняюсь. Клэрс, неправильно прочитала. Это с сайта iHerb. Витамин С. 35 мл. Вот в такой вот коробочке. И в такой вот бутылечке. Здесь был витамин С. Я его испробовала. И вот хочу с вами поделиться. Всё закончилось. Пусто. Значит, что могу сказать по поводу этого витамина С? Могу, конечно, его рекомендовать. Первое. Для тех людей, которые давно не делали таких вещей, как кислоты, ретинол, витамин С. Для тех людей, которых вообще это никогда не касалось. Они первый раз это начинают. Для молодой кожи, да. И это вот здесь 5%, насколько я помню, аскорбиновой кислоты. Здесь в форме аскорбиновой кислоты. Конечно же, он действует. Конечно, он рабочий. Но для людей, которых вот я перечислила. Именно для меня он был немножко слабоват, потому что уже такие более серьёзные дозы мне надо, серьёзные пропорции и дозировки. Поэтому как бы я его попользовалась. На лето он классно может пойти, вообще здоровски. Поэтому присмотритесь, классная штука. Может быть, даже на лето буду заказывать обязательно. Здоровски мне понравился. Классно. Он такое, когда ты его наносишь на лицо, такое ощущение, что ты нанесла масло. На самом деле там нету в составе, нету вообще масел. Но потом он немножко высыхает, то есть впитывается. Дайте ему поработать, и вы можете запросто наносить макияж. Можно и утром его использовать, и вечером. Дальше следующее, что у меня здесь позаканчивалось, это моя любимая марка The Ordinary. Да, многое, что я использовала, попробовала. И хочу вам рассказать это про всё. Первое, что я хочу рассказать, это вот две такие, значит, можно сказать, сестрёнки, которые вместе должны находиться. Это Матриксил 10% и Аргелерина 10%. Здесь по 30 мл. Ну, вы всё знаете прекрасно, да, они стандартные, у них упаковка, стандартные коробочки, бутылёчки, всё с пупеточками, всё это я попользовалась. Хватает достаточно надолго. Первое, что могу сказать, что соотношение цены и качества и расхода очень-очень классно. И всё даже супер. Хватает надолго, тоже такой же бутылёчек, хватает надолго, немного надо. Почему я их показываю вместе? Потому что это наши любимые пептиды. Матриксил и Аргелерин. Это, значит, Аргелерин. Так, это у нас, значит, я наносила на лоб, под глаза и носогубки. Грубо говоря, расслабляет мышцы, и это, значит, у нас как место ботокса. Я не пользуюсь ботоксом, у меня вообще нет никаких инъекций на лице. Значит, это место как ботокса, и он так расслабляет мышцы, вы прекращаетесь, вот это вот хмурится, и как бы там, чтобы вот этих заломов меньше было. А матриксил, он наоборот, как бы вот эти заломы изнутри, он их заполняет, и уже эти заломы не так, ну, чем больше вы пользуетесь, то есть это не за один раз, да, и это постоянство, если вы пользуетесь, то он их заполняет, и, соответственно, уже заломы меньше видны, и выравнивание кожи тут. Поэтому они друг друга стоят, это парочка, которую нужно использовать. Либо там есть Буф, как там Баффет, я не помню, как называется, у них тоже есть такое средство, где уже всё заложено, и матриксил, и все-все-все пептиды, которые можно... Вот в следующий раз я хочу его заказать, и уже не по отдельности, а там в одном, так сказать, средстве, в одном ботулечке. Средство мне понравилось очень, рекомендую, просто рекомендую, и вообще, вы знаете, мое восхищение от марки The Ordinary прекрасное. Рекомендую, присмотритесь, для возрастной кожи это просто the best, просто класс. Дальше, следующее. Значит, тут же я с ними вместе пользовалась аминооксидс плюс В5. То есть, это витаминки. Это витаминки, которые нужны нашему лицу, не только нашему организму. Это уже вот тёмная такая вот, такой вот ботулечек, тоже с пипеткой. Тоже здесь 30 мл. Это витаминки. Я сначала наносила пептиды, потом уже наносила, или там наоборот, без разницы. Это уже витаминки, тоже это я шла. Это у меня был утренний уход под макияж. Ну, там наношу, не наношу макияж, без разницы. Значит, очень классные витамины. Не обязательно их в постоянстве делать. Можно их систематично, курсами проходить. Здоровски освежают лицо, выравнивают цвет лица. Убирают какие-то тоже заломы, усталость. Просто, ну, классно. То есть, классно, витамины мне понравились. Тоже буду там заказывать. У них есть, кстати, несколько направлений витаминов. Тоже присмотритесь. И ещё, что у меня закончилось. Это, допустим, вот такой вот ресверантрол 3%, ферруловый оксид 3%. Тоже 30 мл. Для чего он нужен? Для тёмных ботулечек. Всё, что тёмное, значит, вы понимаете, да, что это, чтобы не попадали лучи, солнце, чтобы не окислялось. Значит, вот это средство, ресвератрол и ферруловая кислота, я добавляла витамин С, чтобы усилить витамин С, чтобы он был более мощнее, действовал. Его можно как отдельно наносить, так и витамин С добавлять. Я с витамином С использовала. Классная штука, здоровская. Тоже всё это лучше. И это у меня уже был вечерний уход. И всё это лучше, конечно, наносить в зимний период. То есть, такое вот, когда уже солнце спадает в конце осени, зима, до начала весны. Вот, и то, что касается, значит, вот этого средства, я его как бы добавляла, витамин С, и классно вместе я использовала и видела результат. А, значит, хотя у меня витамин С достаточно такой мощный, 20%, да. У меня идёт вечерний уход, один день витамин С, день кислоты раз в неделю, у меня и витамин С, значит, один день, и забыла. Другое вещество. Всё, всё уже заболтало, значит, не отходя от темы. Значит, смотрите, вот это вот присмотритесь, классная штука. Хорошо может действовать, как для вас, как отшелушивание верхнего слоя. И что-то у меня не хочет сегодня, да, такой чуть капризный. Так, ну ладно. И, наверное, уже пора камере отдыхать. И третье, вернее, последнее, то, что я хочу вам показать. Это просто, это просто должно быть всегда у меня. Тоже 30 мл. Это не цинамид 10% и цинк 1%. Это просто бомба. Светлый бутылёчек был. Это просто бомба, которая затмила просто моё, покорила моё сердце, затмила мой разум. Я его пробовала себе и на сыне, насколько он хорошо убирает воспаление, насколько он подсушивает какие-то высыпания. Даже ранка, если у вас появилась ранка, и вы можете намазать, и вы увидите, как, если что-то в ранке находится, оно вытащит. Оно уберёт воспаление, оно заживёт. Кожа регенерируется тут же, то есть хватает там 2-3 дня. Просто здоровские вообще средства, которые мне просто покорило, и обязательно я его буду приобретать. Просто всегда оно должно быть у меня. Значит, о, вот, да, смотрите. Классное средство. Могу просто рекомендовать для кожи, для подростков какие-то высыпания, там, в определённые дни, не в определённые дни, что-то вы хотите решить. То есть у меня даже у мужа было то, что было рано на руке, я ему наносила, и оно решился вопрос за 3 дня. Это колоссально. Это, знаете, как мазь Вишневского, только намного лучше, быстрее, и без всякой вони, и всего остального. Очень здоровски присмотритесь. Это просто колоссально классно. Но вообще, марка The Ordinary – это моя любовь, и всегда будет у меня присутствовать в уходе. Замечательно. Ну, в принципе, всё. Наконец-то я это одолела. Она большую сумму, но всё вам рассказала, показала. Все средства, которые я использовала, которые могу вам рекомендовать. Кому пригодилось это видео, понравилось, пожалуйста, если вам не трудно, поставьте пальчики вверх. И не забывайте подписываться на этот канал. Здесь мы говорим о красоте, здоровье, молодости. Это, можно сказать, женский канал. Ну, в принципе, как бы допустимость для всех. И не забывайте подключаться колокольчик, чтобы к вам приходили уведомления, что вышло новое видео. Всем всего хорошего. Берегите себя именно в этот момент, критический такой вот карантинный момент. Лишний раз не выходите на улицу, мало ли что. А если выходите, то надевайте маску, перчатки, чтобы ни одна болезнь не могла нас одолеть. Всем всего хорошего. Берегите друг друга, не болейте. Пока-пока. До новых видео.